Дмитрий Медведев Тонкости капитального ремонта. Кто вправе за него платить и можно ли вернуть накопленные деньги собственникам? Об этом в материале выпуска. С главными событиями этого дня Илья Сахаров. Социальная помощь гражданам должна быть адресной, но изменения в этой сфере требуют взвешенных решений. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства провел совещание, на котором обсуждались законодательные изменения, направленные на повышение эффективности мер социальной поддержки, исходя из обязанностей соблюдения принципов адресности и нуждаемости. Эта тема, подчеркнул Дмитрий Медведев, деликатная, требующая взвешенных и выверенных подходов. Поэтому она должна пройти несколько периодов обсуждения. Социальная помощь, которая сейчас оказывается из бюджета, считает премьер, не всегда может быть названа эффективной по двум причинам – из-за малозначительности и отсутствия адресности. Дмитрий Медведев также поднял вопрос финансового положения региональных бюджетов в следующем году и планов о помощи из федерального бюджета. По его словам, с учетом сложившейся экономической ситуации, задача правительства – поддержать макроэкономическую стабильность, пропорции, которые должны выдерживаться, создать условия для устойчивого, сбалансированного исполнения региональных и местных бюджетов. Соответствующие меры в правительстве уже готовят. Одним из механизмов является государственная программа развития федеративных отношений и создания условий для эффективного и ответственного управления региональными финансами. На ее выполнение в проекте бюджета 2016 года предусмотрено более 650 миллиардов рублей. Более 200 миллионов рублей будет направлено в 2016 году на поддержку северного оленеводства. Это почти половина общего объема государственной поддержки сельского хозяйства и рыболовства. С целью выполнения доктрины продовольственной безопасности региона и решения задач по импортозамещению, в 2016 году в Ненецком округе будет введен новый механизм субсидирования продукции оленеводства. Одним из существенных изменений станет новый расчет размера субсидий на возмещение транспортных расходов по доставке оленина в Наринмар. Ранний размер данной поддержки составлял 80% от фактически произведенных расходов. Затраты хозяйства при этом составляли 20%. В данном случае не учитывалось расстояние. СПК, находящиеся в отдаленных муниципалитетах, тратили больше средств на доставку сырья в столицу региона. Со следующего года для всех оленеводческих хозяйств будут действовать одинаковые условия. Каждое предприятие будет платить за вывоз одного килограмма сырья авиатранспортом 20 рублей, наземным транспортом 7 рублей. Остальные затраты возьмет на себя окружной бюджет. Изменились и размеры субсидий на возмещение затрат на производство и реализацию продукции. На эти цели в 2016 будет выделено почти 140 миллионов рублей. Сумма субсидий по наращиванию поголовья оленей остается на уровне текущего года. Кроме того, из бюджета округа будет предоставляться субсидия на поддержку племенного животноводства. Вопросы, касаемые установления пониженной ставки налога на прибыль организации для отдельных категорий налогоплательщиков, рассмотрели сегодня депутаты окружного собрания. Так планируется внести изменения в 88-й окружной закон в части предоставления льгот организациям, участникам консолидированных групп налогоплательщиков. Это организации, которые объединяются для совместного использования обязанностей по уплате налога на прибыль. О том, что это даст бюджету Ненинского округа, расскажет Алина Вучейская. Изменения коснутся перечня направлений, которыми могут заниматься организации, участники консолидированных групп налогоплательщиков. В список направлений их деятельности добавится добыча и переработка природного газа и организация перевалки грузов. На сегодняшний день КГН, как институт права и налогов, исключительно выгоден для Ненинского округа. Он позволяет собирать больше налога на прибыль, нежели мы бы собирали, если бы КГНа не было. Также шла речь о внесении изменений в законопроект об установлении пониженной ставки налога на прибыль организации для отдельных категорий налогоплательщиков, которые позволят применять пониженную ставку крупным инвесторам, которые осуществляют наиболее капиталоемкие виды деятельности. Это добыча полезных ископаемых, вся деятельность в сфере транспорта, производства электроэнергии, а также деятельность по переработке, утилизации, сбору отходов производства и потребления. Чтобы получить эти льготы, инвесторы должны ввести на территорию Ненинского округа основные фонды стоимостью не менее 1 миллиарда рублей. При вводе фондов от миллиардов до трех льгота будет предоставляться на один налоговый период, от трех до пяти миллиардов на два налоговых периода, от пяти до десяти миллиардов на три, свыше десяти миллиардов на четыре налоговых периода. По словам руководителя Департамента финансов и экономики Ненинского округа Татьяны Лагвиненко, эти меры способствуют улучшению инвестиционного климата в регионе. Инвестиционный климат создавать надо. Нам нужно думать о будущем, о 20-х годах все-таки, потому что в сегодняшний момент рассчитан на инвестиции, они просто так не будут, они должны быть уверены, что вкладывая что-то получат и отработают это. Мы закладываем сейчас базу для будущего, чтобы у нас были инвестиции, действительно, 179 миллиардов. Это же серьезное плевание. Обсудили необходимость внесения изменений в закон о развитии ипотечного кредитования. Она связана с тем, что основная очередь в рамках окружной программы, в которую входят в том числе и молодые семьи, почти не двигается. Сейчас в ней стоят более тысячи человек. Это происходит потому, что субсидии по ипотеке предоставляются первоочередникам, многодетным приемным семьям и семьям, воспитывающим детей инвалидов. Поправки в закон предусматривают распределение бюджетных средств по программе жилищного кредитования в размере 50 на 50. Половину денег планируется направлять на общую очередь и половину на первоочередников. Это только плюсы, так как действительно есть много к нам обращений с тем, что основная эта очередь не двигается. И мы понимаем, что сегодня сложности есть с доходной частью нашего окружного бюджета, поэтому тех средств, которые бы помогли или дали возможность удовлетворить всех, все заявления, а я уже сказал, что это более тысячи человек, наверное, это нереально. Поэтому надо средства, имеющие в окружном бюджете, направляем на эту программу, делить поровну. Планируется, что законопроект со всеми изменениями вступит в силу с 1 января 2016 года. Из программы капитального ремонта исключены сразу 53 дома, 35 из них признаны аварийными. Еще 18 по документам оказались так называемыми малосемейными общежитиями. Об этом доложили на специальном совещании в администрации региона. По словам губернатора Игоря Кошина, ситуации, когда жители города платят взносы на капитальный ремонт, а их дом в итоге признается аварийным, быть не должно. Поэтому необходимо оперативно провести недостающие обследования, чтобы иметь четкую картину, что мы именно ремонтируем, а что расселяем. 78 именно столько лет самому старому дому, который признали аварийным. Всего же в этот список вошли 35 еще пока жилых строений. Для их жильцов данное решение говорит о том, что их освободят от уплаты на капитальный ремонт сразу после того, как специальное постановление вступит в законную силу. Конструктивные элементы были с большой степенью взноса, свыше 70%. По этой причине они были исключены из программы капитального ремонта. Таким образом, жители данных домов после вступления в силу данного постановления перестанут оплачивать взносы на капитальный ремонт этих домов. Еще 12 домов, жители которых больше не будут платить в общий котел на капитальный ремонт, экспертная комиссия признала общежитиями. Теперь в программе капремонта осталось 477 строений, 306 из которых расположены в Наринмаре, 132 в поселке Искатели, остальные 39 в деревнях и селах региона. В ближайший месяц решится судьба еще 58 строений. Все они на территории Наринмара. Фонд содействия реформированию ЖКХ благодаря поправкам в окружной закон теперь имеет право на проведение независимого обследования домов. Напомню, ранее экспертизу проводили только муниципальные власти. По результатам обследований, там посмотрим, если износ свыше 65, дом пойдет в программу аварийки. Если износ отдельных конструктивов 70, точно так же пойдет. Если нет, то тогда, конечно же, он не попадает уже однозначно во второй этап переселения, и тогда есть смысл его ремонтировать. Но если дом признали аварийным, а его жители исправно вносили средства на капремонт, накопительные деньги в этом случае потратят на снос ветхого строения. Такова специфика федерального закона. Впрочем, надежда вернуть свои деньги все же есть. Если же будет изъять земельный участок по домам, ну то есть собственники не снесли, допустим, и изымается земельный участок, тогда эти деньги возвращаются всем собственникам, то есть гражданам. Те собственники, в которые до сих пор не знают, когда в их доме будут проводить обследование на факт аварийности, сами могут ускорить процесс. Для этого необходимо вызвать специалистов в БТИ. Независимая экспертиза обойдется в среднем в 5000 рублей. Если ваш дом признает аварийным, то отдавать из кошелька каждый месяц на капитальный ремонт уже не придется. Олег Тензийский, Александр Дуркин, Телеканал Север. Смотрите далее в выпуске. Учение «Свет». Через несколько лет в регионе ждут своих молодых врачей и педагогов. В этом году на целевые места вузы поступили 23 выпускника. 23 выпускника из Ненецкого округа поступили на целевые места вузы Северо-Запада. После окончания высших учебных заведений специалистами они вернутся работать в родной край. Трудоустройство им гарантирует заключение договоров на целевое обслуживание с работодателями региона. В среднем через 5-6 лет в округ вернутся медики, педагоги, экологи и управленцы. По результатам целевого приема этого года за счет средств федерального бюджета окружные ребята обучаются в четырех вузах Северо-Запада. В Педагогическом университете имени Герцена, Петрозаводском госуниверситете, САФУ и Северном медицинском университете в Архангельске. Департамент образования, как и департамент здравоохранения, так как мы понимаем, что образование и здравоохранение у нас приоритетное направление деятельности, заключили договоры. Департамент здравоохранения, в свою очередь, заключил 9 договоров с Северным государственным медицинским университетом. И департамент образования в целях подготовки педагогических кадров как для села, так и для города заключил порядка 12. Через 5-6 лет по договорам, заключенным с департаментом здравоохранения, в округ вернутся специалисты, обучающиеся по профилю лечебное дело, педиатрия и стоматология. А образовательное учреждение региона получат учителей иностранного и русского языков, литературы, истории, начального и дошкольного образования. Договоры о целевой подготовке подписали также администрация муниципального образования Юшарский сельсовет и государственный природный заповедник Ненецкий. В муниципальное образование вернется управленница, заповедник получит специалиста по экологии и природопользованию. Заключение договоров на обучение с работодателями региона – главное условие участия в конкурсе на целевые места. Второе условие – суммарный балл по результатам ЕГЭ выпускника должен превышать минимальный балл в данном ВУЗе по конкретному направлению. Новый механизм поступления в ВУЗы на целевые места действует в России с 2013 года. Ранее целевые места выделялись на регионы, и абитуриенты ждали приезда межвузовской комиссии. Теперь же квота устанавливается Министерством образования и науки России в самих ВУЗах, где министерство является учредителем. В этом году она составила 15% от общих цифр приёма. Многие ВУЗы, безусловно, отрабатывают самостоятельно с количеством целевых мест и информируют население будущих абитуриентов через официальный сайт. Таким образом, ВУЗы лишь информируют своих потенциальных студентов о количестве целевых мест по тем или иным направлениям и проводят вступительный конкурс по каждому направлению. А главным условием участия в конкурсе на целевые места является заключение договора с работодателем. Причём выпускник делает это самостоятельно. Договор между абитуриентами и работодателем может гарантировать выпускнику ВУЗа трудоустройство, если это условие будет прописано в документе. Вакансии могут быть как на селе, так и в городе. И тогда молодой специалист уже сам должен решить, где он предпочитает работать. Потребности рынка труда Ненецкого округа изучаются в контексте кадрового обеспечения потребностей экономики Арктической зоны Российской Федерации. Эту работу департамент ведёт совместно с Центром занятости населения. Сегодня с целью формирования уточнённого прогноза потребностей экономики в кадрах организовано участие ведущих работодателей нашего региона в мониторинге. А вот те, кто до сих пор не определился с ВУЗом или не смог поступить по каким-либо другим причинам, имеют возможность сделать это сейчас. В Наринмар приехала выездная комиссия Кировского филиала Санкт-Петербургского университета профсоюзов. Выпускникам, в том числе прошлых лет, ВУЗ предлагает семь направлений. Среди них конфликтология, экономика, хореография, прикладная информатика, социально-культурная деятельность, режиссура, кино и телевидение. Чтобы поступить в высшее учебное заведение, выпускникам школ необходимо иметь действующие результаты ЕГЭ. А вот выпускникам училищ, техникумов и колледжей достаточно пройти только собеседование. Я представляю себя приёмную выездную комиссию. То есть у меня есть полномочия, есть документы определенные, которые позволяют мне это сделать. Но, естественно, это те абитуриенты, у которых есть либо ЕГЭ есть, либо есть специальность образования по профилю, которое предполагает собеседование. Поэтому я в праве это проводить и принимать уже здесь непосредственно, оформлять все документы. Приёмная комиссия в Наринмаре будет работать до 17 октября включительно. Собеседование проходит в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. Наринмар уверенно держит пальму первенства среди городов мира по количеству написанных о нём песен. Песенная копилка столицы Нау пополнилась ещё одним музыкальным признанием в любви и уже успела завоевать популярность. Более пяти тысяч просмотров в сети интернет и сотни комментариев со всей страны. В чём успех такой популярности у автора песни Павла Поздеева узнала наш корреспондент Любовь Пермякова. Но сияние включает славный город Наринмар. Слова этой песни её автор Павел Поздеев написал в 2011 году. Написал и убрал в стол. В сентябре 2015-го он впервые представил её публике, выступив на дне города. В конце сентября Павлу пришло приглашение от Росмолодёжи поучаствовать в конкурсе «Я люблю тебя, Россия». Музыкант-любитель решил, что именно эта песня должна стать участницей конкурса и обратился к ребятам из команды «Артнау» для того, чтобы снять клип. У нас была уже, ну, голове-то план был у нас такой примерно, потому что у нас уже были наработки, в общем-то. Именно вот очень удачно совпало Пашина песня и наши наработки. Профессионалы видеомонтажа Юрий Артеев, Сергей Ладыкин, Александр Кожевников и Алексей Орлов смогли показать красивейшие панорамы Наринмара и Печор за три минуты. Именно столько длится клип, а работа над ним велась буквально сутками. А днем и ночью, тут в пять утра выходили уже никакие. Домой ехали, отсыпались, ну как отсыпались, на следующий день работать, еще целый день, потом снова на студию уезжали. И так вот в течение двух недель вот такое движение у нас было. Поздняя осень в Наринмаре без ярких красок. Чтобы клип заиграл и показал всю красоту нашего города, приходилось идти на различные уловки. Все листья упали, картинки никакой, и начинаешь искать эти планы. Рисовать, дорисовать. Рисовать. Мы вот с Юрой проходили много времени, чтобы найти определенные планы. Именно настроена была аппаратура и действия команды. В общем-то да. Когда у нас Александр бежал с фонарем, освещал Пашу. Да, это уже по улице, как она? Возле военкомата улицы, Ленны. Очень хорошо Алексей у нас работал водителем тогда, чтобы получилось все это плавно и здорово. Также свет устраивался за счет машин. Да, где-то подсветили прямо фарами. Здесь снимали, потом снимали на том участке и на лестнице культурно-делового центра. Тяжело было с актерской точки зрения? Конечно, было тяжело. Тем более первый раз. Здесь мы сделали проходок 20, если не больше. Только пока сняли ноги, потом сняли уже крупный план, как я пою. И вот они двигались, получается, у них аппаратура там, и брали еще дополнительную тележку для того, чтобы прокатиться, чтобы эффект был. Для того, чтобы выстроить правильный эффектный план, режиссеры и видеооператоры в одном лице сами выступали в роли актеров. И вот у ребят получилось это сделать. Вообще с разных ракурсов. Это вообще прошлый год. Это, эту идею видел Санька. С помощью его мы сняли вот эту, сняли вот эту. Если бы не Санька, мы бы, наверное, были приятны, когда надо сняли. Это же ты первый здесь, пацанал. Они стали сами снимать возле детского сада, да? Семицветик. Прибегают сюда, показывают, и там вместо меня в кадре идет Саша. Он поет, нари, он и шел. Вы снимали, проходит, проезд. Проверяли, да, как будет кадр. Он там аж прыгал. Он даже прыгал от радости и напевал мою песен «Ренмар, моё город детство». А столько ему она им нравилась. Да, так что она, я думаю, у меня на свадьбе будет играть. Первым клип увидели посетители социальных сетей. В интернете его посмотрели более 5000 человек, многие из которых жители других регионов. Письма, по словам автора клипа, приходят с Ленинградской, Московской, Кировской и других областей. Даже написала женщина, сейчас не помню, как её зовут. Она уехала в 1973 году отсюда, оказывается. И вот огромную уже сколько, 40, с лишним лет её не было здесь. И она видела на Ленинград вообще в новом облике, и она была, конечно, в восторге. Позади у Павла Поздеева и его команды остался творческий процесс. А впереди оценка жюри на конкурсе всероссийского масштаба. Но как бы ни оценила именитая жюри, народная оценка уже поставлена. Конечно, я люблю свою малую родину. Это моя родина. Я горжусь, что мне сумели сделать хорошую работу и показать её на своих зрителей округа и города. То есть это круто. То есть люди увидели, жители, земляки. Вот я и передал эту любовь. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, телеканал «Север». Такой была информационная картина дня. Следить за информацией вы также можете на нашем сайте. www.trksever.ru А теперь информация о погоде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова